Какую школу испанского языка выбрать, чтобы достичь вашего нового уровня, новых целей? Для себя я выбрала школу Хиспания и получила тот результат, который ожидала. Я с первой попытки сдала экзамен Дели-Ц1, профессиональный уровень владения испанским языком. Я училась здесь на общем курсе испанского и после на курсе подготовки к Дели. Сегодня я расскажу вам о преимуществах этой школы и почему эта школа может подойти именно вам. Друзья, немного о моем опыте. Итак, меня зовут Виктория Белякова. Я сдала экзамен на уровень владения испанским языком С1. Это уже профессиональный уровень владения, который позволяет работать даже в государственных структурах. И благодарна безумно школе Хиспания, потому что до этого я учила испанский всевозможными способами. С репетитором, онлайн, ходила на курсы три раза в неделю. Я пробовала все, мне кажется, шесть лет. И потом я переехала в Валенсию и пошла в школу Хиспания. И за четыре месяца я пришла к уровню С1. Потом я подготовилась восемь недель к экзамену Дели и пошла сразу на уровень С1. Когда я пришла, я была очень неуверена в себе и я практически не говорила. Так как я постоянно с кем-то занималась, что-то делала. У меня, конечно, были уже знания грамматики и было понимание испанского, но я не разговаривала. Я не могла вести ни переговоры, не чувствовать себя свободно. Я боялась говорить. И в школе меня просто вот так разговаривали за несколько недель. Во-первых, мне сделали интервью и проверили с помощью тестов и с помощью общения мой уровень. И он оказался довольно высоким. Оказалось, что я просто по, наверное, психологическим причинам молчу, потому что боюсь совершить ошибку. И в Испании, помимо того, что тебе дают грамматику, помогают изучить язык на уровне буквально носителя, если вы захотите, они еще своей атмосферой, дружеским отношением помогают вам раскрыться. И это действительно важно, если у вас тоже есть такая проблема, как была у меня, боязнь говорения. Как собака, все понимаю, сказать ничего не могу. Что такое сертификат Дели? Это официальный документ, который подтверждает ваш уровень владения испанским языком. Этот экзамен был разработан и контролируется Институтом Сервантеса. Это государственная организация, которая была создана в 1991 году и находится под руководством, под контролем Министерства иностранных дел Испании. Цель Института Сервантеса – это продвигать культуру и культурно-языковое наследие всех испаноязычных стран. Не только Испании, но в том числе Латинской Америки. И представительство Института Сервантеса находится в 45 странах на 5 континентах нашей прекрасной планеты. Экзамен Дели разработан для всех уровней. От начального А1, когда вы буквально можете сказать «Ола, привет», представиться. И некоторые базовые фразы уже ввели в свой лексикон. До профессионального уровня владения С2, когда вы уже общаетесь на литературном, испанском, на профессиональном уровне, на уровне носителя. Кстати, далеко не каждый испанец, конечно же, сдаст экзамен на уровень С2 или даже С1 или Б2. Потому что сдача экзамена предполагает знание грамматики, орфографии и другие особенности владения любым языком. На каждом уровне оцениваются конкретные цели в понимании устной речи и грамотности вашего письма. Конечно, А1 – это самый простой тест, и С2 – самый сложный. Оценивается по баллам. И результат успешной сдачи экзамена будет АПТО, то есть пройден, принят. Но АПТО значит, что вы не приняли. Здесь нет оценок. То есть у вас либо будет сертификат, либо его не будет. В зависимости от уровня баллы распределяются по направлениям. АПТО оценивают чтение, письмо и понимание текста. То есть будет аудирование, когда нужно прослушать текст и выбрать правильный ответ. А иногда нужно написать на основании услышанной информации. Подробнее о том, как проходит экзамен, мы рассмотрим с вами в другом видео. Если вам интересно узнать о структуре экзамена и о лайфхаках, как сдать экзамен, пожалуйста, напишите в комментариях daily лайфхаки, и я запишу видео на эту тему. Их действительно много. Кому требуется сертификат daily? Для кого он обязателен? Если вы медик и хотите аналогировать свой диплом в Испании, то вам нужен уровень минимум B2. Это только для аналогации диплома. И для работы, конечно же, всем рекомендуется иметь уровень минимум C1. Это профессиональный уровень владения языком. Кому еще требуется? Если вы планируете обучение в государственном университете в Испании, то во многих престижных университетах наличие диплома daily является обязательным. И интересная особенность в том, что daily может потребоваться, если вы приехали сюда по студенческой визе и хотите продлиться. В некоторых провинциях вас попросят предоставить ваш сертификат о том, что вы успешно сдали экзамен daily. Меня удивил один случай. Знакомый прожил в Испании более трех лет и потерял свой вид на жительство, свою студенческую визу. Решил воспользоваться правом araygo social, то есть легализоваться по наличию работы либо собственного дела. Им пришел отказ. И знаете, что было написано в отказе? Что они предоставили диплом daily, диплом, который подтверждает уровень владения испанским языком. С таким мы столкнулись впервые. Но имейте в виду, что если вы модифицируете свои визы или вы находились в Испании нелегально и потом запросили определенную визу, вас могут запросить этот диплом. И, конечно, если вы захотите стать гражданином или гражданкой Испании, вам нужно получить диплом daily. В этом случае уровень очень низкий. Всего лишь A2. Самое главное, первое преимущество школы Испании здесь преподают филологи, которые имеют также сертификацию, как экзаменаторы daily. То есть они конкретно знают, что хочет комиссия, которая будет проверять учеников. Они готовят, и они же будут принимать ваш экзамен. Здесь вы можете пройти общий курс подготовки к испанскому, подготовку к самому экзамену и сдать экзамен. Все в одном месте. Обратите внимание на многочисленные награды, которые регулярно обновляются в Испании. Это самая титулованная школа испанского в мире. Друзья, совершенно неожиданно я пришла в школу и встретила свою учительницу. Мою первую учительницу испанского, которая помогла мне сдать экзамен daily на уровень C1. Кристина, по моему мнению, один из лучших преподавателей, который я вообще видела. До нее я долго не говорила на испанском, она сделала со мной просто чудеса. Кристина, спасибо. Кристина, спасибо. Кристина, спасибо. Кристина, спасибо. Кристина, спасибо. Согласна. Кристина, спасибо. Кристина, спасибо. Одно из преимуществ обучения в школе в Испании в том, что вы здесь же учитесь и здесь же будете сдавать экзамен Дели в одной из этих аудиторий. В этой школе у Испании много корпусов, и потом вы также сдаете здесь экзамен. И просто психологически это намного проще и легче. Именно в день экзамена, особенно для взрослых людей, которые уже отвыкли от этого состояния сдачи экзамена, напряженности, это такой волнительный момент. И когда это уже родные стены, к которым вы привыкли, родные учителя, вам действительно проще получить балл намного выше, чем в незнакомом помещении. Всегда хотела оказаться на этом месте, на месте учителя. Как вы видите, аудитория небольшая, у меня очень приятные воспоминания, сейчас ностальгия, потому что в этой аудитории проводила много времени с Кристиной. И знаете что? Здесь преподаватель, он не совсем как преподаватель. Когда ты общаешься в таком тесном кругу, обычно преподаватель, и 8-10 человек. У нас всегда была дружеская атмосфера, когда Кристина нам помогала действительно как профессионал, но тем не менее подружески помочь и разобраться в тех темах, где у тебя пробелы. В чем особенность курса в Испании? Когда идет курс подготовки к Дели, и вы выбрали длительность 8 недель, первую часть занятий вы проходите грамматику. То есть цель преподавателя найти ваши слабые места, прогнать по всей грамматике, понять, где у вас есть пробелы и заполнить их. Вы проходите сначала общее обучение по всем темам, которые будут во время экзамена. И только потом во второй части, и во второй части вашего курса вы уже переходите непосредственно к подготовке к экзамену, когда вы изучаете структуру и практикуете те упражнения, которые будут встречаться на экзамене. Говорить на испанском и сдать экзамен Дели – немножко разные вещи. Вы можете классно говорить на испанском и при этом завалить как минимум три части экзамена, потому что говорение вы сдадите, но нужно понимать конкретно, что от тебя хотят на определенном уровне, потому что вы можете знать испанский на вашей повседневной речи, вы говорите на бедном испанском языке. И вы можете этого не замечать, потому что в вашем окружении все плюс-минус так общаются. Но для определенного уровня экзаменаторы и комиссия, которая проверяет ваши экзамены, хотят видеть и слышать определенные конструкции, определенный словарный запас. Одна из причин, почему я так люблю школу Хиспания – это не только высокий уровень преподавания, но и это уютная кафетерия. Когда ты проходишь обучение по 4 часа в день, и, честно говоря, не хочется искать какие-то бары и кафе рядом, просто спустился, здесь все уютно, мило, вкусно и недорого. В школе Хиспания несколько корпусов. Я училась 80% времени в этом центральном корпусе, и в нем 13 аудиторий. Каждая аудитория, она небольшая, бывает немножко больше, чем эта, просто они все заняты, и мы сейчас находимся в самой маленькой и пустой. Практически в каждой аудитории есть интерактивные экраны. Во время урока вам показывают видео, включают аудио, предлагают какой-то интерактив. Это не скучно, это не такое обучение, где вам дали книжку, и вы просто читаете и рассказываете что-то учителю. Это про разговоры, про активности, про практику, это про активное учение. Хиспания – это вообще про говорить и делать, получать результаты, классные результаты. Меня часто спрашивают, в каком возрасте нужно идти учить испанский язык. Тогда, когда вам это потребуется, когда действительно будет потребность. Я считаю, что иностранный язык нужно учить тогда, когда у вас есть какая-то цель для его применения. Как вы видите, здесь аудитория довольно разнообразная со всего страны мира, и студенты от 18 лет и до, наверное, 90 лет. Знаете, что сказала мне Кристина по секрету? Так как у нас очень хорошее отношение, и я была студенткой, и потом представителем этой школы Кристина сказала, что если вы скажете, что вы от How to Spain, она вам с радостью после уроков поможет разобраться со всеми вашими сложностями. То, что Кристина уже помимо преподавателя обычного и Дели, и экзаменатора, она также преподаватель по методологии. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы и предложения, замечания именно по системе образования, по улучшению курсов, вы также можете обратиться к Кристине. Просто на ресепшн скажите, могу ли я поговорить с Кристиной? Если вы говорите на испанском языке и думаете, так, зачем мне этот курс по подготовке, я хорошо говорю на испанском, общаюсь со своим мужем, друзьями, я сдам легко на уровень B2 или C1. Это ошибочное мнение. Именно такие люди часто не сдают экзамен. Потому что, чтобы сдать экзамен, нужно не просто владеть испанским языком. Нужно, во-первых, владеть им на определенном уровне, а это значит, что в своей речи нужно использовать определенные конструкции и словарный запас, который соответствует этому уровню. И когда вы просто в повседневной жизни общаетесь с друзьями, это может быть довольно низкий уровень владения языком. Так же, как и на русском, на украинском языке, мы в повседневной речи не используем профессиональную лексику и не всегда разговариваем на литературном языке. Поэтому даже носители языка, как правило, не сдают эти экзамены без подготовки. Потому что, прежде всего, нужно понимать, что от вас хотят. И вот на этом курсе подготовки вас учат конкретным вещам, какие конкретные слова использовать. Какие коннекторы, даже не знаю, как это по-русски сказать вам расскажут в школе, нужно использовать. У вас будет стратегия, план для успешной сдачи экзамена. Экзамены daily проходят несколько раз в год. В зависимости от вашего уровня вы выбираете сессию. Чтобы записаться на нее, нужно воспользоваться либо вашим личным кабинетом на сайте Института Сервантеса, либо попросить помощи на ресепшн в школе Хиспании. Вам с радостью все объяснят и помогут. Такой немножко бюрократичный процесс. Нужно зарегистрироваться и оплатить экзамен. Помимо стоимости курса подготовки, также есть пошлина за участие в этом экзамене. Подготовка к экзаменам начинается в марте, мае и сентябре. Обратите внимание, это важные месяца. Март, мае и сентябрь, когда уже начинается подготовка к daily. Так как места занимают быстро, я рекомендую записываться на курс daily заранее. С нами, с агентством How to Spain, вы можете сэкономить на курсе, потому что мы делаем нашим клиентам классный подарок – кэшбэк в размере 7%. Главное – учитесь. Я очень уважаю людей и ценю тех, которые раскрывают свой потенциал и всегда растут. А испанский точно вам в этом поможет. В зависимости от вашего уровня, госпошлина составляет около 112 евро и до 236. Примерно такие диапазоны. Соответственно, самый низкий уровень – самый дешевый, и самый высокий – самый дорогой. А по стоимости курса, перейдите по ссылочке под нашим видео, чтобы посмотреть актуальные цены и актуальные даты начала обучения. Длительность курса по подготовке к экзамену daily составляет 4 недели или 8 недель. 4 недели – это когда вы уже конкретно готовитесь к экзамену, то есть структура, упражнения и так далее. И 8 недель – это расширенный формат, когда вы также захватите часть грамматики и сможете заполнить свои пробелы в знаниях. Помимо длительности курса, вы можете также выбрать его интенсивность – 10 часов в неделю или 20 часов в неделю. Моя рекомендация – это 8 недель по 4 часа в день, то есть 20 часов в неделю. Это тот формат, который поможет вам максимально погрузиться в тему и получить успешные результаты. Даже если вам не нужен диплом daily для поступления в университет или для работы, я считаю, что он все равно необходим вам для вашей жизни в Испании или для достижения любых других целей. Как вы знаете, испанский – это второй по распространенности язык в мире. И когда вы проходите курс обучения general Spanish, общего испанского, вы обучаетесь в определенном ритме. И, как правило, он довольно расслабленный. Я была на таком курсе, и потом из него попала на курс подготовки к daily. И знаете, это разница, как с детского сада попасть в аспирантуру, наверное. Потому что на обычном испанском преподаватели, ну, они такие все размеренные, все весело, классно. Ты приходишь на daily, и начинается очень структурно тема за темой, и ты понимаешь, сколько пробелов на самом деле у тебя было. И ты в очень быстром ритме начинаешь наверстывать упущенное. Оно есть у всех. Я не верю, что все мы знаем идеально грамматику. Daily поможет вам эти пробелы заполнить. Поэтому даже если нет планов быть медиком или поступать в университет, daily нужен просто для того, чтобы знать испанский на более высоком уровне и чувствовать себя свободней. Друзья, кстати, супер преимущество, в принципе, в школах Испании в том, что здесь ваш общий годовой курс, если вы приобретаете курс обычный для обучения, для студенческой визы или для личного изучения испанского, приобрели годовой курс General Spanish обычный, и в рамках этого курса уже включен daily. Такое бывает очень редко в школах. Обычно курс подготовки к daily выносят за отдельную стоимость. И это всегда довольно дорогой курс. Поэтому, если вы планируете получение студенческой визы или общее изучение, посмотрите на курсах Испании. Вы сэкономите значительную сумму. Друзья, уходим, но ненадолго. Я в Испании возвращаюсь всегда снова и снова, потому что здесь много наших клиентов. Если вы заинтересованы в изучении испанского, для получения сертификата daily, для общего развития, свяжитесь с нами. С How to Spain всегда выгоднее. 7% кэшбэка. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok